Всем привет! Прошлый раз я рассказал вам, как мы с дочкой Ниной поднимались на холм Пикуге. На этот раз мы совершим восхождение на другие холмы, которые имеют общее название Мордаля. Звучит жутко, не правда ли? И там действительно очень пустынно и жутко, особенно вечером. Как и в случае с Пикуге, на эти холмы не ведет ни одна тропа. Однако холмы Мордаля выше, и лес тут кажется еще более гуще и непроходимее. Там пришлось пробираться сквозь колючие кусты и баутину. И чем глубже мы пробирались в лес, тем длиннее становились колючки и жирнее пауки. Субтитры создавал DimaTorzok Пауки. Пауки. Ага. Медик. Ага. И, конечно же, ну, как еще, ну, эти... Змеи? Медик. Что там? Паук. Паук. Паук? Ага. Паутина какая-то. Ого. Вот она. Вам перед нами. Ловушку свою сделала паутина. Ха-ха. Мы еле-еле добрались вот до этого места. Через лес. Там дороги вообще не было. Полный лес пауков. Сама вершина холма лишена лесного покрова. Но пока я с дочкой на руках сюда добрался, я уже обливался потом в три ручья. Как вы видите, уже смеркается и уже не так жарко. Днем под палящим летним солнцем я бы, наверное, растаял тут, как кусок шоколада. Перед нами вершина скалы. Вот. Мы сейчас будем подыматься. Папа! Да? Еще одна. Ага. Наверное, пришло время рассказать, зачем мы сюда пришли. Эти холмы известны тем, что на их вершине находится единственный в Хорватии мегалистический круг, так называемый хорватский Стоунхендж. Конечно, это не такой впечатляющий, как в Англии, но все же самый настоящий древний Кромлекс. Про него мало кто знает, и несмотря на то, что Порч является на Адриатике крупным туристическим центром, этот маленький Стоунхендж не счислится в списке местных достопримечательностей. Туристы сюда не ходят. Морделя находится западнее от Пикуге и ближе к городу Порч. Эта гряда состоит из трех вершин. Великий Светлый Ангел, Малый Светлый Ангел и Великий Морделя. Откуда взялось название Морделя, я не знаю, но почему одна из вершин называется Великим Светлым Ангелом, я расскажу вам позже на самой вершине. Название Мегалита обычно относится к зданиям, построенных из больших камней. Оно происходит от древнегреческих слов «мегас» – большой и «литус» – камень. Сегодняшнее значение слову «мегалит» дал французский лингвист, математик и энциклопедист Пьер Атанас Ларус в 1867 году. В основном мегалита относятся к позднему каменному веку и раннему бронзовому веку. Это от четырех по одну тысячу лет до нашей эры. В целом, мегалитом считается любое сооружение, собранное из больших камней без применения раствора. Египетские пирамиды также являются мегалитами. Но большинство обывателей представляют себе, что мегалит – это что-то древнее, грубое и неумелое. Хотя, если разобраться, знаменитые пирамиды Хеопса в Египте, возможно, даже старше, чем голубые камни Стоунхенджа в Англии. В Старом свете выделяют четыре основных типа мегалитических построек – менгиры, дольмены, кромлехи и аллеи кувертов. Аллеи кувертов с французского означают «крытые улицы» и встречаются реже, тогда как первые три вида представлены повсеместно. Название менгир, дольмен и рекромлех происходит из бретонского кельтского языка. Менгир означает «длинный камень», который, как правило, вертикально возвышается над землей. «Ну вот мы почти добрались до вершины холма. Моя дочка без страха перед змеями отважно забирается на эти каменные ступени. Я прихватил свою палку для того, чтобы, нет, не бить по змеям, а их расшугивать в траве, чтобы они заранее отползали. Змеи тут много, но мы ни одной не видели. Вероятно, они расползались раньше, чем мы успевали их заметить. Значит, палка помогает». Многие любители истории принимают эти камни за кладку мощного укрепления древнего исчезнувшего города. И вправду такие террасы делают почти идеальный круг по вершине холма. Но на самом деле это не древняя стена, а всего лишь выход горной породы на поверхность. Дожди смывают с вершины почву, а эрозия раскалывают скалу, обнажая такие вот интересные террасы. Тут какой-то зверь устроил себе ныру. Вот здесь, кстати, хорошо видать, как над мощным слоем голубого известняка лежат более тонкие слои глинистого сланца. Это значит, что примерно 100 миллионов лет назад типичные морские отложения сменились речными отложениями близ лишайшего острова. О том, как выглядела Хорватия 100 миллионов лет назад, я рассказывал в видео про полуостров Каменьяк, где были обнаружены следы динозавров. Любители истории скажут, что вот эта глина не что иное, как строительный раствор, которым строители древних стен скрепляли каменные блоки. Однако я повторю, что при строительстве мегалитов никакой раствор не применялся. Словом, это та же ситуация, про которую мы показывали в видео про Пикуги, за которыми твердо сложилось предвзятое мнение, что там стояли мощные укрепления древних истрийцев. Ну вот мы и вскарабкались на вершину холма Светлого Ангела. Вот это действительно настоящая рукотворная кладка, и это сразу заметно. Она достаточно ровная и гладкая, и камни различного калибра подогнаны друг к другу достаточно умело. А эта единственная настоящая кладка – фундамент византийской церквушки святой Анжелы, построенной в 550 году в одно время вместе со строительством евразийской байзелики в городе Порыч. Именно эта церквушка и дала название холму. Увы, после страшной эпидемии чумы в 1630 году Порыч сильно обезлюдил. По некоторым данным, в конце 17 века в городе оставало жить и два сотня жителей. Труднодоступная церквушка была заброшена и более чем через 300 лет развалилась. Сегодняшние стратегии тоже не сделали бы лучшего выбора. С Великого Светлого Ангела можно было видеть каждую малейшую лодку, плывавшую по Северной Адриатике. Мысль о том, что здесь можно построить укрепленные городища, набивает средневековые рыцарские замки Западной Европы. Однако нужно учитывать, что рыцарские замки лежат в совершенно другом климатическом поясе. Побережье Хорватии находится в области средиземноморского субтропического климата. Лето тут жаркое и сухое. Пресная вода является жизненно важным ресурсом. Поэтому древние строители планировали свои городища непосредственно в близости от этого ресурса. С вершины холма, несмотря на все его стратегические прелести, совсем не просто пробить колодец через скалу до грунтовых вод. А организовать накопители дождевой воды в силу засушливости климата здесь тоже непросто. Вот, сразу видно, что здесь была приложена рука человека. Это нижняя часть каменного саркофага с углубленным ложем для усопшего и резным желобом, в который также должна была быть уложена каменная крыска. Саркофаг так и остался слитым с живой каменной породой. Каменщики здесь не преуспели. Трещины в камне испортили их работу и лишили окончательного деления нижней части саркофага от скалы. Если бы не этот брак, то сегодня этот камень, вероятно, украшал бы лужайку перед отелем Поричи или был бы встроен в стену какого-либо здания. Ну и, конечно же, последние раскопки здесь велись сто лет назад австрийскими, а позже итальянскими археологами. Находясь на вершине холма Великого Светлого Ангела, хочется верить, что стратегически это самое удобное место для укрепления. И что, четыре тысячи лет назад люди здесь все-таки селились? Ну, конечно, эта теория все еще требует доказательства. На этом холме мы также не обнаружили фундаментов древних укреплений. Возможно, они есть. И скрывается в гуще леса под слоем дерна. Там дальше лежит вершина холма Мордали. А левее, где холм прогибается на полупути, вы можете видеть тот самый Кромлех. Идти нам снова пришлось через лес. И на этот раз мы даже немного заблудились. А нам следовало бы поторопиться. Желательно было бы нам осмотреть мегалиты еще до наступления заката. Общее количество мегалитов исчисляется десятками тысяч в мировом масштабе. Но следует учитывать, что многие из них полностью или частично разрушены. Сегодняшней нашей целью является Кромлех. Кромлехами называется группа менгиров, которые поставлены кругом. Самый знаменитый Кромлекс это, конечно же, Стоунхэйдж в Англии. Я не ожидаю, конечно же, что хорватский Кромлех будет такой же грандиозный. Но, тем не менее, и этот Кромлех такой же древний. Четыре тысячи лет. Почтенный возраст, я вам скажу. Так что, если вы где-нибудь увидите не к месту лежащий булыжник, Вполне возможно, что это кем-то возведенный мегалит. Я это убрала. Теперь меня вообще не надо ходить. Давай, проходи. Я уже это убрала, дурацкая. Но не только распространенность и размеры поражают мегалиты. Тем более, в их загадочности, которая связана с тем, что, несмотря на усилия многих ученых и других исследователей, очень мало известно об их строителях, причинах и целях строительства. Особенно удивительно, что мегалиты, которые считаются самыми древними, являются одновременно и самыми большими. Уже один этот факт противоречит сложившемуся мнению, согласно которому, чем глубже мы уходим в прошлое, тем более отсталое общество мы встречаем. О мегалитах в Хорватии мало кто знает, и большинство из них в очень плохом состоянии, а некоторые вовсе разрушены. По большей части, они до сих пор не являются предметом исследования у ученых или интереса крупных официальных СМИ. Ну вот он, хорватский Стоунхейдж. Не впечатляет, правда? Вообще, все это можно было принять за случайно разбросанные камни, которых тут на вершине холма и так полно. Но это действительно кромлих. Каждый из мегалитов весит 2-3 тонны. Они не одинаковы по размеру и отстоят друг от друга, но, несомненно, образуют правильный круг. Намерно такой сложный, очень похожий на каменные круги в Англии, Шотландии, Ирландии или западных частях Франции. Этот истрийский Стоунхейдж, как мы его сначала называем, или Толос, как называют его археологи и историки, является старейшим и лучше всего сохранившимся культовым местом до древних народов Истрии. Здесь велись раскопки, и по обилию птичьих костей можно полагать, что здесь, по крайней мере, проводились культовые жертвоприношения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Солнце На соседнем холме Мордоле была найдена керамика, которая датируется возрастом от 4 до 3,5 тысяч лет. Историки полагают, что между Толосом и городищем на Мордоле существовала связь, однако это утверждение еще требует исследования. А это исследование усложняется еще и тем, что в средние века на Мордоле было устроено каменоломня, и многие остатки древнего поселения безвозвратно потеряны. Ну что, пойдем дальше? Домой. Недавно в Кромлех на маленьком Святом Ангеле изучала группу астрономов из обсерватории в Вишняне, и по их мнению этот Кромлех был астрономической обсерваторией. В любом случае, маленький Святой Ангел – единственный каменный круг, известный до сих пор в Хорватии. Да, ну, вообще, мы вышли вот из этого леса, совершенно густого, полных колючек. Ну что, пойдем дальше? Вот, мы добрались до этих скал. Нина уже скарабкалась. Так, стой на месте. Я сейчас приду. Давай. Давай, я могу. Чё ж туда залезла? Опа. А, жопа. Ого. А тут? Вот она, заброшенная каменоломня. Кругом. Да, следовало бы прислушаться к желанию дочери. Солнце скрылось, смеркается, и уже через час станет совсем темно. Она спускается через густой лес с пауками, без всякой тропы, по камням и сплетениям веток. Но в плане у нас еще стоит посетить Мордоли, где якобы находилось древнее городище. Разумеется, никаких остатков городища мы тут не нашли. Всего лишь камни, забытые в старой каменоломне. И все-таки с наступлением сумерек тут становится жутко. Там, на берегу моря, в старом центре города Порыча, уже начался еженошный праздник туристов. Там многолюдно, шумно и светло от уличных фонарей. Там бурная ночная жизнь, которая к утру у полицейского участка выстроит в очередь некоторых разин, не доглядевших за своими кошельками. А тут, на вершине Мордоля, уже совсем стемнело. Тут тихо и пустынно. Тут мерещатся призраки ушедших времен. И тогда начинаешь думать о том, насколько чужими стали мы до того древнего мира. Ворвайтесь в путешествие, друзья. Познавайте, исследуйте и обязательно берите с собой детей. Пусть они с ранних лет учат истину, что жизнь прекрасна. Вон на небе уже Венера взошла. Стало совсем-совсем темно. Да, Нина? Да. В такую темноту мы вывезли вон оттуда. Вы что-нибудь видите? Да. Мы, наконец, вышли на дорогу. По этой дороге, по крайней мере, можно идти немножко. Да. Нет! Нет! Продолжение следует...